кто ближе для казаха еврей максим галкин или казах астраханский азамат мусагалеев нифига нам этот азамат мусагалеев не ближе хоть и по крови он казах а по по сути своей путинский орг вот и все нам гораздо ближе максим галкин который не боится говорить правду который не боится потерять своих денег и который войну убийство женщин детей грабеж называет своими именами и не поддерживает эту вату путинскую пропаганду которая активно выступает против не а он нам гораздо ближе чем этот мусагалеев который поддерживает путинский режим который пошел вот он в днр они там с камызя коми дали концерт в поддержку я просто я когда увидел друзья мои этот пост я когда увидел эту новость я был в шоке друзья мои я просто в шоке неужели я так представляю господи но потом конечно же я разобрался конечно же я в себя пришел и вот эти вот розовые очки слетели да а чему удивляться самое главное мирного неба над головой здоровье и улыбок близких обязательно это самое главное что есть вообще в любое время у любого человека я же вот сколько раз я об этом говорил не важна национальность вообще вот вам пожалуйста казах который активно поддерживает путинский режим но он гражданин российской федерации он всю жизнь там жил рост он впитал вот это все да что у него есть старший брат что он младше что он всегда на таких позициях он то впитал его власть прикормила хорошо прикормила за границей у никому не да не то что никому не нужен он поддерживает это все самое главное самое ценное чтобы в семье все было хорошо самое главное были здоровы и счастливы мы не требуем чтоб зеленский сдавался мы требуем дать приказ прекратить сопротивление наша цель не не включает себя смену режима на украине это американская специальность список российских артистов поддерживающих войну россии против украины пополнился новыми фамилиями у нас было общение непосредственно с военнослужащими вслед за музыкантами группы звери на оккупированный донбасс с провокационным выступлением отправились популярные комики и денис дорохов и азамат мусагалиев часть их аудитории яростно негодует а кто-то считает что их заставили поддержать войну до сих пор российским властям удавалось заманить на оккупированный донбасс не особо популярных или давно забытых артистов например таких как рэпер ст или актер дмитрий дюжев игравший космоса в сериале бригада нет даже никакого желания и мысли другая категория откровенно провластные которые слились с путинским режимом воедино это лепс шаман газманов однако прежде работающая тактика отстраненности и молчания уже неэффективно отказ от предложения выступить в так называемых новых регионах может закончиться срывом концертов в россии потери контрактов и гонораров и на этот раз вопрос ребром стал перед настоящими звездами современной российской телекомедии азамата мусагалиевым и денисом дороховым что выбрать достоинство и честь или деньги мусагалиев и дорохов взяли деньги и в нарушении украинских законов поехали на оккупированный донбасс у нас было общение непосредственно с военнослужащими которые защищают эту землю и хочу сказать главная особенность они как-то говорят сердцем что ли блиндажах есть телевизор и они смотрят наши концерты это очень приятно эти комики перед российскими чиновниками и боевиками группировки днр исполнили антизападные сатирические куплеты которые четко соответствуют российской пропаганде и путинским угрозам мол судьбу американцев и европейцев решают не их политики а ракетные комплексы россии и как один уверены все американцы в том что самый важный для страны их человек находится в капиталистского холма локации где занимает в белом доме главный кабинет причем локация и время для злорадного хихиканья выбрана вовсе неуместно даже для извращенного сознания зет патриота происходит все в день освобождения донбасса от немецко-фашистских захватчиков на мемориальном комплексе посвященному второй мировой войне саур могиле где в боях погибли десятки тысяч человек хотя над памятником надругались еще ранее в 2014 году комплекс был разрушен атаками гибридных российских сил прошлом году россия его восстановила но с изменениями на месте вдобавок установили барельефы оккупантов участников так называемой сво но вернемся комичной песенке там на самом деле есть и хорошие емкие строки которые очень многое объясняют из происходящего деревянный туалет зато есть ракеты вот она настоящая скрепа российская зет публика аплодировала и расплывалась в экстазе а вот огромной части аудитории комиков не понравились сортирные рифмы да и в целом поездка на оккупированный донбасс в социальных сетях им стали прилетать гневные комментарии ты с азаматом путиноиды после выступления в днр да дорохов не думал я что ты вступишь в ну да чего не сделаешь ради того чтобы пожрать с руки власти как перечеркнуть личность пособие от дороха и азамата вы пособники войны кровь украинских детей разрушенных домов и электростанции теперь на вашей совести в том числе делайте только так чтобы хорошо жилось вам полное разочарование мусагалиев который все еще пользуется запрещенным в россии инстаграмом стыдливо закрыл комментарии а дорохов принялся удалять все негативные однако люди добираются до более ранних публикаций и высказывают свое недовольство там в тени этих двух знаменитостей остались незамеченными другие участники выступления это члены команды к вен камызяки и у них на октябрь запланированные концерты в казахстане и теперь казахи большая часть которых не поддерживает войну против украины требуют отменить всех камызяк в астане и алматы просто верните билеты казахстанцы чтобы не отменяли их концерта был массовый возврат билетов не приезжай в казахстан в казахстане запустили петицию за отмену в стране концертов российской команды квн камызяки ну ладно может быть комики были под давлением но просто не могли поступить иначе мусагалиев же в начале российского вторжения даже публиковал пост за мир но как мы можем судить по примеру солиста группы звери который тоже в начале высказывался против войны это ничего не значит да и на самом деле мусагалиев и дорохов подмигивали российской пропаганде самого начала их звездного пути и спетая на саур могиле песня впервые появилась в эфире аж в 2016 году в том же шестнадцатом году мусагалиев исполнил песню в которой призвал россиян не ныть в связи с обстоятельствами в стране ведь где-то в мире люди живут еще хуже а в 2019 комики веселили высших российских чиновников пресс-секретаря путина дмитрия пескова зампредседателя руководителя администрации президента сергея кириенко который ответственный сегодня за оккупированные территории вперед удачи успехов вперед победе ну и осень 2022 года в их авторской программе однажды в россии выступила артистка ольга бузова в стебной песни она критикует и осуждает людей которые бежали из страны из-за мобилизации в оккупационную армию методичка явно спущена из кремля так что появление этих комиков на временно оккупированных территориях украины лишь закономерный итог их карьеры а также урок другим артистам которые все еще надеются остаться в стороне ведь удалить или закрыть комментарии можно а вот отмыться от дальнейшего позора вряд ли когда-нибудь получится а